добрый день добрый день дорогие раки добро пожаловать на мой канал и в этом видео я расскажу ваш гороскоп на апрель 2024 года ну что мои дорогие присаживайтесь поудобнее будем разбираться и так апрель месяц это тот месяц который мы начинаем с коридора затмения да он уже действует и закончится это добро как я люблю говорить 8 апреля случится с нами солнечное затмение это будет новолуние который к радости и счастью многих закроет как раз таки этот коридор затмение откроет новый цикл и да все мы обновимся наши желания станут более я бы так сказала явными выйдут на поверхность захочется обновление захочется обнулиться многим захочется пойти своим путем кто-то как раз таки в своей голове я надеюсь уяснит все эти смыслы которые были которые случились с ними в марте зимой этого года и конечно же 2023 2022 году да конечно же я скажу что начало месяца в принципе будет не очень простым но ребята понимаете не впадайте в иллюзии старайтесь смотреть на вещи здраво и здесь конечно же после новолуния как раз таки у нас будет соединение марса с сатурном который я бы так сказала несмотря на то что она будет в рыбах она будет продуктивно и все те кто ждали плодотворной работы действий действий с результатом как раз таки можете дорогие мои на это рассчитывать и это продлится до ровно до 15 апреля поэтому вторую неделю апреля смело действуйте будьте активны внедряйте в работе все то что вам давно хотелось все то что вы откладывали в долгий ящик вы меня спросите женя у наши на небе ретроградный меркурий да ребят с 3 по 24 апреля у нас ретро мер плюс еще с каждого конца периода можно накинуть по 3 денечка и смело у нас весь апреле ретроградный меркурий что же делать ребят я уверена что все то что вы наметили на этот апрель это конечно же все то что вы начали делать ранее все то что вы начали делать я надеюсь еще до коридора затмений вы в апреле будете все только продолжать только наращивать свой масштаб только ускоряться только действовать потому что я не Я вижу никаких таких ограничений для раков в этом месте для того, чтобы не получить желаемое. Плюс на небе еще, конечно же, мощное соединение Юпитера с Ураном, которое будет способствовать как раз-таки тем самым большим глобальным целям в их достижении ради себя, ради своей семьи. Почему нет, ребята? По крайней мере, если в личных натальных картах ваших транзитных нет сложных аспектов, которые отягощают и тянут назад, то, ребята, в принципе, общий прогноз на апрель говорит о том, что действуйте и будет хорошо. Прекрасное время для учебы, особенно если вы давным-давно что-то учите, не можете запомнить, не можете сдать экзамен. В ретроградном Меркурии прекрасно его сдавайте, прекрасно защищайте свои знания. Проходите экзаменационные, я бы так сказала, этапы своей жизни и будет хорошо. Чего бы я в ретроградном Меркурии посоветовала бы не делать? Так это конфликтовать, спорить, ругаться, потому что Меркурии будет в Овне, Венера тоже будет в Овне. Здесь вообще велик риск того, чтобы поругаться не просто на работе, поругаться так еще и в личной жизни. Поэтому здесь, ребята, пожалуйста, пустите все свои действия и активность как раз-таки в продуктивное русло, в работу, в достижение целей, для того, чтобы решить свои финансовые проблемы, для того, чтобы закрепить и поднять свой финансовый статус, потому что соединение Юпитер-Уран, Уран у нас не часто бывает. Я бы так сказала, это редкое соединение, которое способствует поднятию финансового уровня благосостояния. Здесь, конечно же, ребята, понимаете, что необходимо это время с пользой не просто потратить, а провести. И здесь, конечно же, четко понимаете, какие у вас есть цели. Намечайте как раз-таки в солнечное затмение прекрасный день для того, чтобы наметить все свои цели, планы, для того, чтобы они не просто куда-то развелись, для того, чтобы они реально с вами случались. И здесь, конечно же, скажу, что с 15 апреля, с 15 и по 25 апреля будет такой момент, когда необходимо прямо-таки, ребята, четко понимать, чего вы хотите, какой социальный статус вы хотите, с кем вы по жизни хотите идти дальше. И здесь такой, знаете, момент, что если же вы решили расстаться с каким-то определенным кругом своим, то есть если вы решили с кем-то расстаться и с друзей, например, вы поняли, что у вас больше нет общих ценностей, вы не можете идти по жизни дальше вместе, то тогда, ребята, сделайте это красиво, потому что вторая половина апреля требует от нас, от всех действовать по справедливости. По справедливости не просто в личной жизни, по справедливости как человек, в отношениях, на работе, в деньгах, в финансах, в том числе, какой вы партнер. И здесь, конечно же, самое важное я хочу напомнить, что было бы хорошо вспомнить такие слова, как честь, совесть и ответственность для того, чтобы как раз-таки не наломать дров, потому что очень захочется ретроградной Меркурии в Овне. Конечно же, весь месяц будет дестабилизировать нас, дестабилизировать ситуацию, поэтому, пожалуйста, и в работе, и в жизни подписывайте документы, проверяя их очень тщательно. Уточняйте, если у вас сделка, уточняйте на какое время. Да, лучше перезвоните и уточните, и неважно, как это будет выглядеть со стороны, но зато вы еще раз убедитесь, что это именно тогда, именно затем, и для того, чтобы быть пунктуальными, потому что ретроградный Меркурий – это реальная история о том, чтобы просто проверять все то, что есть, требует от нас больше силы воли на как раз-таки контроль документов, контроль встреч, нужно понимать, что вы говорите, чтобы не наломать дров, и поэтому, особенно когда Меркурий в Овне в этот момент, есть вариант напылить, создать ссору, после которой, конечно же, ретроградный Меркурий закончится, и уже в конце апреля вы будете сожалеть и переживать, почему все так сложилось, почему не нашли достойных слов, чтобы даже красиво расстаться, ну, даже если отношения с себя и жили, пусть это в работе, да, с работодателем, пусть это в личной жизни, здесь, ребят, конечно же, начнется все с работы в середине апреля, и после 20 апреля все, конечно, останется и в личной жизни, и здесь такой осадочек, поэтому, да, дорогие раки, для вас любовная сфера такая очень важная, очень тонкая, очень душевная, здесь, конечно же, понимаете, все то, что вы скажете, будет использоваться против вас, вашими же коллегами, любимыми людьми, которым вы наговорите, поэтому не пылите. Что касается работы, то здесь первая половина апреля, первая неделя, конечно же, когда у нас коридор затмений здесь, будет состояние иллюзий, там еще Нептун будет в соединении с Венерой, и захочется вот прям такое настроение, вот поверить в сказку. Ребята, отбросьте иллюзии и трезво смотрите на то, что происходит в коридор затмений. А вот когда случится новолуние 8 апреля, тогда уже начинайте более трезво оценивать ситуацию, начинайте уже действовать и внедрять. Вторая неделя апреля прекрасна для работы, для состроения планов, для того, чтобы вот прям реально продвигаться, следовать своему плану, графику. И, конечно же, Сатурн в соединении с Марсом даст определенный такой, задаст тон действий, мощных действий, но зато в конце все равно вы получите свой результат, и не зря вы трудились. Поэтому вторая неделя апреля идеальна для продуктивных дел, дел в долгу, когда необходимо прям потрудиться. Третья же неделя апреля здесь, я бы так сказала, более кармично, более такая со смыслами, осознанная, потому что здесь у нас Солнце, ваш второй управитель, будет в соединении с Ретроградным Меркурием, в соединении с Венерой, с Северным кармическим узлом. Поэтому, да, дорогие, если вы не сделали свои выводы в коридор затмений, то тогда делайте их в середине апреля. У вас на это будет третья неделя для того, чтобы понять, кто вы, куда вы идете, зачем вы идете, какова, в принципе, ваша жизнь, нравится ли вам, сколько вы зарабатываете, нравится ли вам ваша жизнь внешне, внутренне, насколько она наполнена, насколько вообще настроение соответствует вашим ожиданиям. И, конечно же, да, последняя неделя апреля будет уже такое состояние, я бы так сказала, да, что здесь повылазит много комплексов и страхов. На этот момент Нептун становится в оппозицию с Лиле, и Нептун в соединении с Марсом. И здесь, конечно же, дорогие, понимаете, что все те страхи, которые будут случаться у вас, переживания, внутренние волнения, а их будет достаточно много, да, понимаете, что это страхи, они на чем-то основаны, и поймите, на чем они основаны в вашей жизни. Потому что, да, для раков основной такой мощный страх, который, в принципе, да, будет, будет на вас влиять, это страх, который лишает вас того приятного уровня гармонии, семейная гармония, да, семейного тепла, чига. Здесь, понимаете, что определение этих страхов, я скажу вам, повлияют на вас очень даже хорошо, поэтому здесь ни в коем случае не надо волноваться или уходить в какие-то депрессии, что у вас там будет все плохо, нет, ребят, просто понимаете, что все мы периодически думаем о разного рода развития событий, да, у всех случаются ситуации сложные, у всех случаются ситуации непонятные, и сложности, они тоже случаются у всех, поэтому идеальной жизни нет, у всех всегда что-то происходит, и вы это тоже понимаете. Если же происходят какие-то внутренние переживания у вас, это только говорит о том, что необходимо с этим разобраться и пойти дальше. Об этом как раз-таки будет конец апреля, который, я так скажу, для вас в целом весь апрель не будет очень сложным и напряженным, если, конечно же, вы будете идти как раз-таки по своим ощущениям, вы будете действовать, вы будете внедрять, то есть энергия с вас будет потрачена, да, если же, конечно, сидеть и ждать, что все как-то случится само, но обычно не случается все само легко, особенно если вы находитесь в возрасте таких развороток армических узлов или на подходе их, это 36, 37, 38, 39 и 40, тогда, ребята, да, здесь, конечно же, вопросики от жизни к вам будут, но пока таких глобальных транзитов на небе к вам нет. Будет, будет к ракам еще вопросик в этом году, когда Плутон развернется и попятится обратно в знак Козерога, это те раки, которые родились в конце периода раков, да, они как раз-таки почуете, почуете всю сложность ситуации и все те недоделки, которые вы не доделали, не прожили, не трансформировались, не подняли себя в бизнесе, не подняли себя в деньгозарабатывали, не подняли себя в мощном таком понимании жизни, когда вы своей силой воли пробиваете все эти проблемы, которые есть, тогда, да, ребят, тогда будет сложно, потому что Плутон возвращается в Козерог, и это буквально уже у нас будет, это будет у нас следующий период как раз-таки ретроградного Меркурия, который случится с нами в августе месяце, поэтому, да, ребят, а потом у нас в сентябре снова коридор затмений, да, поэтому здесь, конечно, я бы, я бы посоветовала бы вам сейчас ускориться в своей жизни, потому что нет отягощающих, я бы так сказала, обстоятельств, которые будут вам мешать идти вперед, поэтому, да, я скажу, что апрель для вас это месяц, который все-таки настроен на то, чтобы вас поднять, несмотря на то, что будут, конечно же, те самые эмоциональные сложности, где-то будет казаться, что захочется застопориться, не двигаться вперед, или же как-то вас будут выбивать ситуации, но, ребят, понимаете, события, они всегда у нас были, есть и будут, и здесь, конечно же, понимаете, что, да, переживать за все мы можем, но все-таки наша жизнь является центральной в нашей, ну, вообще в глобальном таком масштабе, занимаясь каждой своей жизнью, мы все-таки меняем жизни своего окружения, я надеюсь, в лучшую сторону, по крайней мере, вот так работает цепная реакция того, как жить хорошо, как жить душевно и радостно, да, и еще идти в свою реализацию, поэтому апрель месяц для вас будет дорогие мои любимые раки, месяцем, когда необходимо хорошенько поработать на свое будущее. Да, немножко агрессивный, да, немножко сложный месяц, немножко неоднозначный, но точно нельзя лениться, необходимо идти вперед, и, конечно же, смотреть в свое будущее, и не растерять всех тех, кто есть у вас вокруг, потому что сложный год, год принятия кармических задач и решений, и этот апрель, конечно же, на то, чтобы вы принимали верные решения, потому что те раки, которые родились в середине рачьего периода, как раз-таки будете принимать решения, кармические задачи, которые вам необходимо решить, и здесь главное принять их с точки зрения рака, а не с точки зрения другого знака зодиака, не с точки зрения престижности, не с точки зрения моды, не то, как говорят нам сделать другие, а как вам хочется. Не лоломайте дров, дорогие мои любимые. Вот такой месяц будет для вас, дорогие раки. Я надеюсь, что была полезна. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео, обязательно оставляйте дату, время, место своего рождения, ну и, собственно, сам вопрос. Самых отважных, как я люблю говорить, жду на консультации. И в конце, конечно же, по классике актуальный ролик. Если вы их еще не видели, посмотрите. Весна возможностей – это видео, которое рассчитано на три месяца. Посмотрев его сейчас, вы можете даже спланировать свой май. Очень продуктивный. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.